Взгляд СССР развалили секс и комсомол Л. СССР развалили секс и комсомол 30 октября 2019 года 18.50 фото, на дороге American Zoe Troop Мы застали самый стык эпох, время плавного, но все более интенсивного перетекания эпохи модерна с его святой троицей Ленин, партия, комсомол в эпоху постмодерна с его не менее славной и еще более безумной троицей, секс, наркотики Роккенрол Немалая часть наших граждан отметила очередную, 101-ю уже, годовщину Коммунистического Союза Молодежи, комсомола Людям моего поколения довелось застать закат этой организации и даже находиться в ее рядах Но, конечно, это была формальность Энтузиазм молодых строителей коммунизма к 1985-1986 годам нашей комсомольской юности окончательно и бесповоротно Нет, не иссяк, но повернулся лицом к совсем иным кумирам идеалам В наших сердцах царила уже не социалистическая, но рок-революция, рок-музыка, которая, обживалась на наших дворах и стремительно переходила с английского на русский язык Да, мы застали самый стык эпох, время плавного, но все более интенсивного перетекания эпохи модерна с его святой троицей Ленин, партия, комсомол в эпоху постмодерна с его не менее славной и еще более безумной троицей Секс, наркотики, рок-н-ролл Учась уже в институте и бродя партизанскими тропами рок-концертов, я застал еще тех комсомольских активистов, стремительно удаляющихся от нас во все более деловых и ослепительных костюмах молодых менеджеров Мы с удивлением смотрели им вслед, не в силах еще разобраться в хитросплетениях эпохи, как мы, еще недавно ходившие единым строем, вдруг оказались так далеко друг от друга Лишь сейчас, 30 лет спустя, мы способны обозреть эту эпоху спокойно и не спеша, складывая знаки, которые казались нам загадкой и которые сегодня являются как на ладони Ибо нет ничего тайного под солнцем, что не стало бы явным В этом году, в ряду его юбилеев, есть место и для такого, 50-летия начала сексуальной революции Что может быть молодежнее и ближе к комсомольскому сердцу, не правда ли? Начало сексуальной революции принято связывать с фестивалем в Вудстоке, транслировавшим идеологию хиппи, те самые пресловутые секс, наркотики, рок-н-ролл, на весь мир Но сам взрыв сексуального освобождения, снизший консервативные устои послевоенного мира Запада, зрел задолго до 1969-го Джаз, битники, ритм-энд-блюз Каждый из этих феноменов, при мощной поддержке медиакорпораций, становился сокрушительным ударом по устоям традиционного общества 1969-й стал лишь взрывом последних шлюзов До нас его взрывная волна докатилась через 20 лет, аккурат ко времени, когда подросли детишки, в тот горд рожденные Впрочем, по порядку То, что сносит существующий миропорядок, в нашем случае старый добрый консервативный мир, лучше всего путем освобождения сексуальной энергии Было известно задолго до 1969-го Империя, созданная Эктавианом Августом, пала в немалой степени из-за сексуального декаданса, разложившего доселе морально стойкую воинскую цивилизацию Рима Реформация несла на своих крылах мощный заряд сексуальной энергии, выливавшейся в дикие вакханалии крестьянских бунтов и истеричные сектантские движения Да и каждая последующая революция нового времени выливалась в каждый раз новую фазу снятия сексуальных табу Идеи женской эмансипации и сексуальной свободы вытекали из самой сути марксизма В начале 20-х их популяризировали в советской России товарищи Каланта и Троцкий, теория стакана воды, общество Далойстыд, члены которого прославились голыми демонстрациями, и прочие инновации в этом духе обрели у рабочей молодежи большевистской России громадную популярность 1920-й год принес легализацию абортов 1922-ю упразднению уголовной статьи за гомосексуализм Учрежденная в 1928 году в Копенгогене Всемирная Лига сексуальных реформ указывала на СССР как например сексуального освобождения, которому должны следовать прочие страны Впрочем, к этому времени идеи секс-революции в СССР уже начинают сворачиваться И сталинский СССР быстро возвращается к нормам традиционного мира Но уже разбуженная сексуальная революция захватывает сначала Будапешт В Красной Венгрии идеи школьного секс-просвета проповедует замнарком по культуре Дьерт Лукач, а затем Веймарский Берлин, превращенный в 1920-е годы в центр европейского декаданса Особую популярность обретают здесь идеи доктора Вильгельма Райха, создающего на стыке марксизма и фрейдизма собственную социальную теорию освобождения Свои идеи Райх отливает в книге «Сексуальная революция» 1934, прокладывающей пути революции 60-х Райх исповедует именно то, что после молодежного взрыва становится его либеральным мюнстримом Либерализация абортов и разводов, свободное отношение к браку, введение широкого секс-образования и, наконец, максимально либеральное отношение к сексуальным девиациям В другой своей книге «Психология массы фашизм» 1930-1933 годы, Райх утверждает, что к фашизму ведет подавление с детства сексуальной энергии, за которую ответственна церковь и семья С этого времени уничтожение авторитета христианской церкви, традиционной семьи и понятия нации, то есть национальной культуры, становится для Райха и его последователей главным приоритетом Подобные же теории параллельно в то же самое время создавали ведущие антропологи, Франц Буас, Клод Левис Рос, объявляющие национальные и культурные особенности несущественными Философы-постструктуралисты, Жак Деррида, и экзистенциалисты, Ж.П. Сартер, деконструирующие культурные коды белой христианской цивилизации Социологи франкфуртской школы, скрещивающие марксизм с фрейдизмом Макс Харкхаймер, Теодора Дорна, Герберт Маркузи, именно последнему принадлежит знаменитый лозунг хиппи «Делай любовь, а не войну» Но настоящим запалом секс-революции 60-х стал все же не вудсток, а так называемые стаунволлские бунты, с которых, кстати, берет начало история современных гей-парадов В 1969 году Америка все еще, несмотря на контркультурные взрывы, была крайне пуританской, консервативной страной На гомосексуализм смотрели как на тяжкий и безнадежный порок и не давали геям равно никаких шансов Всякий гомосексуальный ягд считался в Америке уголовным преступлением И хотя гейские клубы на Гринвич и Лидж действовали и плодились, они находились под бдительным надзором полиции Чтобы пресечь распространение подобных заведений, правительство Нью-Йорка даже издало закон, запрещающий продавать геям алкоголь, мгновенно отзывая лицензию любого заведения, в котором последние были замечены Итак, 28 июня 1969 года в Барстаун-Волл-Ин в Гринвич и Лидж, известной полиции как гейский притон, ворвался полицейский наряд Однако обычная облава имела неожиданный поворот Вышвырнутые из Бараги и не разбежались, как обычно, но собрались в толпу, из которой в полицейских полетели бутылки, камни и коктейли молотова Последняя сразу делает общепринятую версию о спонтанном характере Стаун-Воллского бунта Мягко говоря, надуманной, коктейли молотова не валяются просто так под ногами Одним словом, обычный полицейский рейд перешел в организованные беспорядки, которые не утихли и в последующие дни Любопытно, что казус Стаун-Вола возник на волне правительственных программ борьбы с перенаселением, щедро финансируемых важными банковскими домами Уолл-Стрита Под неумолчные вопли ведущих газет о росте населения США как главной национальной проблеме А за три месяца до описываемых событий вице-президент Международной Федерации планирования семьи МФПС Фредерик Яффи заявил в официальном меморандуме, что одним из принципиальных путей снижения рождаемости является поощрение роста гомосексуализма Призыв был услышан Стаун-Воллские события, разворачивающиеся прямо по лекалам студенческих антивоенных демонстраций того времени, сразу переводят проблемы сексуальных меньшинств в разряд первостепенной важности Сразу за вспышкой Стаун-Волла, гей-активисты оформляются в гомосексуальный фронт освобождения, по аналогии с Вьет-Канговским национальным фронтом освобождения А американское гомосексуальное лобби, уже весьма к тому времени могущественное, переходит в открытое наступление В качестве направляющих центров выступают неоткуда и с немалым тиражом явившиеся гейские газеты ЧОМИ К 1970 году американские гей-сообщества, еще год назад практически незаметные, насчитывали уже тысячи наименований В годовщину бунтов в крупнейших городах Америки прошли первые гей-парады Еще через год перед ширящимся гомосексуальным движением поли Лондон, Париж, Стокгольм и Западный Берлин Гей-активисты буквально захватывали власть, как революционные матросы в 1917-м Если снаружи действие это имело вид бесконечных перформансов и шок-акций, вроде захвата съезда Американской психиатрической ассоциации в мае 1970 года в Лос-Анджелесе То изнутри могущественное гей-лобби уничтожало своих врагов с помощью прямого шантажа, больших денег и большого влияния В декабре 1973 года Американская психиатрическая ассоциация, АПА, уже безнадежно захваченная к тому времени гомосексуальным лобби, история, требующая отдельного подробного рассказа, единогласно проголосовала за исключение гомосексуализма из списка психических расстройств В 1970-е открываются эры порно, хлынувшего на экраны больших американских кинотеатров В июне 1999 года МВД США торжественно присвоило бывшему зданию гей-притона Стоунвола ин звание национального исторического памятника Так пала консервативная Америка Так свершаются революции А всего через 20 лет после вудстока и Стоунвола, той же лихой кавалерийской атакой был снесен СССР Во главе революционных отрядов стояли все те же пламенные комсомольские вожаки в ослепительных костюмах И с очередной теорией стакана воды в кожаных папках И все те же большие деньги Смотрите еще больше видео на YouTube канале Взгляд